Представьте, что на машине времени вас забросили в идиакарский период. Вы оглядываетесь, вокруг вроде бы есть какие-то формы жизни, но у них нет ни рук, ни ног, ни спины, ни головы, ни плавников. Ничего хоть сколько-нибудь похожего хотя бы на описание фантастами жизни на какой-то планете. Кто или что перед вами? Флора, фауна, грибы? Давайте попробуем прогуляться по дну моря в специальных очках, которые позволяют разглядеть обитателей среди толстого покрова питательных веществ на дном океана. Но прежде чем нырнуть в океаны идиакарской эпохи и отправиться примерно на 600 миллионов лет назад, не забудь про лайк. Сразу после машины времени мы бы обнаружили, что вокруг очень много странных живых существ. Вот перед вами ряд полостей, заполненных песком. Это аптеридиум. Больше всего по внешней форме он похож на перо, причем немного потрепанное. Асимметрия вообще характерна для местных. Кто сказал, что правая и левая сторона, передняя и задняя часть должны быть симметричны. В живых существах идиакарского периода симметрия встречается, но это скорее исключение. Кажется, какой-то безумный скульптор вылепил жизнь идиакара. На середине работы ему становилось скучно, и он завершил шедевр как-то не банально. Птеридиум отдаленно напоминает коралл, но это не точно. В идиакарском периоде по форме вы никак не можете определить функцию назначения того или иного существа. Слишком все креативно по замыслу. И все же мы можем видеть, что птеридиум всегда состоит из трех листов и растет колониями. А еще его так называемые перья похожи на стеганный матрас. Пустые доли заполняются частицами питательного мата, который высоким плотным слоем лежит на дне океана. Затем снова становятся пустыми и снова наполняются. Размер прикрепленных к дну на стебле лопастей может доходить до полутора метров. Теперь приходит понимание, почему для живых существ идиакарского периода ученые придумали хитрый термин «Вендобионты», который появился специально для этого отдельного царства природы. Ученые так замаскировали то, что до сих пор точно не могут определить для большей части обитателей относятся те к животным, растениям или еще чему или кому-нибудь. Идиакарскому периоду явно чуждо все банальное. Взять хотя бы Парванкарину. Щитообразная ископаемая, маленький плоский треугольник с выступами, напоминающим по форме якорь. Очень мало от одного до двух сантиметров длину. Это живое существо может ориентировать свое тело в воде, напоминая ракообразного. Но вот только нет ни глаз, ни усиков, ни конечностей. Только пустая органичная форма. Впрочем, на конце хребта есть какое-то подобие головы и зубов в виде сплошных пластин. Еще больше удивляет йоргия. Это плоский диск примерно одинаковой длины и ширины, который даже может передвигаться. Причем ног у него нет. Он просто поднимается с песка над ней и опускается чуть дальше каким-то образом. Как он подскакивает, неизвестно. Йоргии сильно отличаются по размеру, встречаются особи от 1 до 21 сантиметра. У Йоргии тоже есть стеганые одеяла, как у Птеридиума. Эти полости способны набирать воду и набухать, и занимают большую часть тела. Но на самом верху ничего такого нет, потому что сплошную ткань можно считать головой, если приложить долю воображения. Йоргия асимметрична, как и большинство здешних обитателей. Одна сторона вдоль воображаемой оси чуть сдвинута по отношению к другой. Если искать хоть каких-то предшественников тех видов фауны, которые обитают на планете сейчас, кажется, что подходит кимберелла. Небольшое овальное существо, которое ползает по морскому дну, что-то там наскребает и этим питается. И скорее всего это и есть самый древний моллюск. Но это не точно. Вы же помните, что форма в одиакарском периоде еще не говорит о содержании и наоборот. Что ж, перед вами хотя бы симметричное с двух сторон создание. Каких здесь мало. Самые крупные кимбереллы могут быть 15 см в длину и вдвое меньше в ширину. Другой же представитель одиакары спригина. Чем-то напоминает червя по форме, но левая и правая сторона сдвинуты относительно друг друга. Хотя это существо невелико, всего 3-5 см в длину, но явно является хищным, поскольку ближе к концу нижней части тела есть бронированные пластины. Эдакий бронированный червяк, обитающий на морском дне, кто он по функциям неизвестен. Одним словом, виндобиот, то есть ни гриб, ни растение, ни животное, а неизвестно кто. Впрочем, одно живое существо совершенно точно можно отнести к животным, потому что, еще будучи в нашем времени, мы узнали, что в отпечатках ткани ученые нашли холестерин. Диккенсония – это нечто рифленое, что лежит на пленке из водорослей. Самое крупное из этих животных достигает полутора метров, а мелкие могут быть всего миллиметр в длину. Размер от возраста не зависит. Чем прочнее и толще пленка из водорослей, тем больше диккенсония. Совсем неплохо жить в этом супе полезных веществ, которые толстым слоем лежат на дне океана. Уже намного позднее кто-то пойдет по-другому пути обзаведется легкими кишечниками, головой или хотя бы ногами. И это добавит всем проблем. А пока живые существа выбрали альтернативный путь развития. Обитателей Диакарской эпохи можно сравнить отдаленно с ленточными червями. Только они намного красивее, разнообразнее и ни на ком не паразитируют. Просто украшают собой планету и не мучают друг друга. Но стоит передвинуться на машине времени в самый конец Диакарской эпохи. И тогда можно встретить существа, у которых есть род. И еще можно обнаружить тех, у кого есть ноги. По Диакарским меркам, наличие ротового отверстия и конечности – это прогрессивно. Такое есть только у модников эволюции. Например, как Клаудины – миллиметровые раковины с отверстием, которое указывает на то, что кого-то уже впервые начали есть Диакарские миротворцы. Рот – предвестник кровожадности. В начале следующего периода Кембрийского они вымрут, поскольку только в Диакаре кого-то могли напугать. Для следующего периода угрожать всего лишь ротовым отверстиям будет наивно. Но все-таки прикончили толерантную эпоху не столько рты, сколько ноги. Зачем они появились? Первой стала многоножка Илинге, размером от 2 до 5 сантиметров. Это существо в конце Диакарской эпохи ходит по морскому дну. Именно такие вот самозванцы с ногами и ртами уничтожили толстый питательный слой на дне океана. А вместе с ним исчезли миролюбивые эстеты и Диакары. Что тут сказать, всегда появится кто-то, кому больше всех нужно и все испортит. Если бы не существа с ногами и ртами, ленивые неподвижные мешки студенистой массы разнообразных форм до сих пор бы всасывали питательные вещества. Это был бы альтернативный вариант развития жизни на нашей планете. Давайте поднимемся на поверхность и посмотрим, что творится здесь после трех ледниковых периодов, которые за 3 миллиарда лет превратили планету фактически в гигантский ледник. Все эти миллиарды лет здесь не было ничего сложнее водорослей и их аналога. Но как только потеплело, всего за 5 миллионов лет появились обитатели Идиакарской эпохи, которая обитает в этот период исключительно на морском дне. Необычный промежуток времени просуществовал всего три десятка миллионов лет. На поверхности планеты нет жизни в Идиакарский период. Уже есть возвышенности, напоминающие горы и низины, но нет ни растений, ни лесов, ни рек. Кажется, будто оказался на Марсе или в пустыне Сахара. Температура на поверхности около 17 градусов, и это не очень-то холодно, но бросается в глаза, что Солнце в этот период дает намного меньше света. Продолжительность дня составляет примерно 21 час, приливы и отливы во много раз мощнее привычных. В конце Идиакарского периода распадается суперматерик Паннотия, которая была открыта в северо-восточном направлении и окружала океан Панталоса. Вся остальная часть Паннотии была в свою очередь обрамлена панафриканским протоокеаном. К концу Идиакарского периода этот суперконтинент распадется на Ган-2, но и небольшие материковые массы Балтики, Сибири и Лаврентии. Уже в другие периоды они снова воссоединятся, но это совсем другая история. Суперматерик Паннотия просуществовал всего 60 миллионов лет, чуть дольше, чем Идиакарский период. Он образовался 750 миллионов лет назад в результате распада предыдущего суперконтинента Родинии. Можно сказать, что протоокеаны, омывающие Паннотию, не знали другой многоклеточной жизни, кроме Вендебиотов — Идиакарского периода. Будто этот суперматерик специально образовывался под нужды обитателей, омывавших его вод, и потом попросту исчез. Идиакарский период начался после того, как закончилось оледенение Криогенового периода и завершился на этапе так называемого Кембрийского взрыва. Хоть он был относительно коротким и продлился всего несколько десятков миллионов лет, но в это время произошли следующие значительные эволюционные скачки. Во-первых, появились многоклеточные организмы впервые после трех миллиардов лет оледенения. Они были фактически первопроходцами, и в данном случае природа показала, что рот, ноги и позвоночник — не единственное, что можно изобрести. Это был альтернативный и эффективный путь развития. Во-вторых, в конце Идиакарского периода эволюция нащупала все-таки путь развития, по которому пошла дальше. Вместо авендобиотов появились животные, которые питаются другими, растения, которые получают питание путем фотосинтеза и так далее. То есть у всех видов живых существ появилась более четкая позиция, но к этому надо было прийти. Можно назвать Идиакарский период временем смелого творческого поиска на нашей планете. Остались ли обитатели Идиакара в наше время? Существуют разные версии, которые сводятся к тому, что если да, то где-то очень глубоко в океане. Ну и самое интересное, почему мы бы не выжили в Идиакарском периоде? У нас есть много лишнего — скелет, рот, ноги, кишечник и многое другое. Мы не лаконичное живое существо, и еще не ихтиандры, а жить на дне моря, постоянно и не снимая водолазного костюма, несколько напрягает. Вот из-за таких как мы с ногами ртом и исчезли толстые слои питательных веществ на дне океана. Но из-за нас и пошла вперед эволюция. Радуетесь ли вы, что не родились слизистым мешком или плавающим диском, у которого нет никаких проблем с питанием и конкуренцией, можете своим мнением поделиться в комментариях. По крайней мере, я точно да. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова